Мы приветствуем наших телезрителей в эфире программы подробностей. Проходит неделя толерантности, и в завершение этой недели мы пригласили в студию имама Мухтасиба Рязанской области, председатель духовного управления мусульман Рязанской области Рашида Бултачиева. Здравствуйте. Здравствуйте. Сам факт, что неделя толерантности объявлена в стране и в мире, говорит о том, что проблема актуальна, проблема неприятия разными культурами друг друга. Как вы думаете, почему в 21 веке, когда, казалось бы, уже глобализация, процесс глобализации происходит, все равно люди сталкиваются и продолжают отстаивать свои мировоззрения довольно-таки воинственно? Бисмилляхи рахмани рахим. С именем Аллаха, милости и милосердного. Я хотел бы, в первую очередь, поприветствовать всех зрителей исламским приветствием. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Миру, милости Всевышнего и его благословения. Конечно же, у каждого человека есть свои мысли, свои идеи, свои мировоззрения. И я думаю, что каждый должен уважать право другого человека на его мысли, на его выбор. Тем более, что в последнее наше время с открытием интернета и других систем можно подчеркнуть, узнать очень много нового для себя, открыть какие-то новые двери. Но думаю, что чем больше люди будут узнавать друг друга, тем какие-то вот эти вот недопонимания между людьми, между народами, между странами, они рано или поздно исчезнут. И все-таки люди придут к мире и дружбе. Вы говорите вот о том, что интернет прочно вошел в нашу жизнь. Как мне кажется, он влияет довольно-таки отрицательно в некоторых случаях на как раз процесс объединения. Потому что не случайно частые случаи установления, например, экстремистских настроений, распространения экстремистских настроений в сети интернет, в частности, это крайне мусульманские или крайне, не знаю, славянистские настроения. Как вы думаете, как избежать этого, как искоренить? Довольно сложно же управлять социальными сетями в том числе. Да, конечно же. К сожалению, в интернете есть очень много и запретного, и пагубного для общества в целом. Дело в том, что человек, он же тоже выбирает, что ему делать. Ему же не навязывается что-то как бы изне. Хотя и много разных соблазнов в этом мире, которым Всевышний испытывает нас, на что мы, конечно же, и понесем свое либо вознаграждение, либо наказание. Тем не менее, наше духовное управление создало во всех социальных сетях свои группы под названием «Ислам в Рязанской области», где мы время от времени выставляем какие-то наставления, новости о нашей деятельности. И, думаю, чем больше будет открытых дискуссий, открытых групп с полезной информацией, с информацией о добре, послушания, нравственности, то они будут перекрывать вот те группы, те отрицательные вещи, которым переполнены и интернет в том числе. То есть процесс воспитания, да? Здесь идет речь о процессе именно воспитания. Да, конечно, тем более, что в интернете это в основном молодежь. Именно она постоянно, как говорится, не выпускает и смартфоны из рук, постоянно находится в соцсетях. И вот это слово «толерантность» – это, прежде всего, понятие, которое включает в себя терпимость и приятие человека другой культуры, может быть, да, другой народности, другого вероисповедания. Как вы думаете, воспитание ребенка родителями в семье, насколько важно в этой связи? Да, я думаю, что как раз семья – это самое главное. Потому что где больше ребенок не находился в садике, в школе, или даже в институте, все равно семья – это тот институт, где закладывается его самосознание, где он получает первое образование, первые нравственные уроки, первые шаги. При этом в сознании многих людей существуют стереотипы определенные, да? И, в частности, допустим, к тем, кто исповедует ислам, относятся как к людям таким, может быть, деспотичным, это такая тоталитарная религия в нашем сознании. Может быть, развенчаете или подтвердите эту точку зрения? Ну, в исламе есть свои устои, конечно же. Может быть, сразу они кажутся слишком строгими, слишком сложными, но, тем не менее, ничего такого и нет. Потому что любые религии, небесные религии, они исходят от Бога. И Всевышний никогда не будет наказывать человеку то, что является против его, против его создания. Поэтому ислам – это даже не то, что религия, это даже человеческий путь по жизни. Философия, да, такая? Не то, что философия, но так и есть. Это не просто какое-то совершение каких-то обрядов или молитв. Это вот чисто вот его жизненный путь. То есть, как он должен жить на земле, общаться с окружающими, с тем же с Богом, с представителями других конфессий, религий. Все там прописано. И, в принципе, ничего такого нет. К сожалению, в последнее время активизировались сектантские направления, которые провоцируют, вербуют тех же людей в свои отряды, чтобы сделать какие-то плохие вещи. Я имею в виду тот же ИГИЛ, так называемый ДАИШ, когда люди просто выступают против законного правительства, против тех же своих людей. И в конечном итоге и страна вся разгромлена, и люди, и без света, и без воды, и без еды, и нищают, и умирают. Это просто ужасно. То есть, в данном случае речь идет именно о прикрытии определенным вероисповеданием для достижения собственных целей. Из низменных, я бы так сказал. То есть, если я правильно понимаю, вот это деспотичное представление о мусульманах как деспотичных и тоталитарных людях, это не совсем верно. То есть, таких, можно я скажу, фанатичных, мусульман, которые, например, не принимают женщин в брюках или с очень открытыми плечами, к примеру, сейчас редко можно встретить. Правильно? Ну да, тем более мы живем здесь, в России, в светском обществе. Хотя и мусульмане, и православные давно бок о бок живут вместе на одной земле и работают на одних предприятиях, заводах, учатся. Но, тем не менее, конечно же, в тех границах они все равно есть. При этом 1 февраля отметили праздник, День хиджаба. Да, Всемирный день хиджаба. Это та самая часть одежды женской, которая вызывает множество споров и дискуссий до сих пор в мире. И общество, общественность мировая относится отрицательно к такой традиции мусульманской. К сожалению, из хиджаба тоже сделали одну из страшилок, которые пугают людей. Все прекрасно понимаем, даже вспоминаем, ту картинку, когда были взрывы в Москве, когда вот люди во всем черном, обернувшиеся поясами шахида со взрывчаткой, взрывали у людей. Но, к сожалению, наверное, сразу людям не идет в сознании тот факт, что и православные, и иудейские женщины, они постоянно были в платке. И даже вот если посмотреть на матрёшу, который везде продается как сувенир, чисто российской, русской культуры, матрёшка тоже носит платок. Поэтому платок – это не что-то чуждое для россиян. Это наша традиция тоже. Просто это некоторые вариации, да? В одной народности это хиджаб, в другой платок. Да, название просто разное. Везде существует эта традиция. Если говорить о толерантности и терпимости, то в каждой культуре, в любой культуре, есть, будем условно называть, хорошие люди и плохие люди. Ну, все мы не без родов, как говорится, мудрость. До эфира вы привели мне притчу в пример. Могли бы рассказать ее для наших телезрителей? Да, это история о том, когда рядом с пророком Мухаммадом приветствует жил один из представителей другой конфессии, который каждый день, как говорится, пакостил ему под дверь. И в один из дней, утром, когда пророк вышел, он не заметил этих пакостей и подумал, что же случилось с этим человеком. Он пошел к нему домой, и оказалось, что он заболел. Он проведал ему, сделал то, что подобает сделать нормальному соседу. И этот человек понял, что рядом с ним живет не какой-то человек, который готов убивать или что-то другое плохое делать. Наоборот, он понял именно отношение доброе, отношение соседа к себе. И потом тоже принял ислам. То есть, я так понимаю, и тоже советую всем телезрителям познавать друг друга. И чем больше и лучше, как говорится в Коране, мы будем узнавать друг друга, тем каких-то вот этих недопониманий, тех страшилок или боязни, они просто уйдут на нет. На этом я предлагаю закончить нашу беседу. С нами был имам Мухтаси Призанской области Рашид Бултачиев. Будьте терпимы друг к другу. Какой бы конфессии и к какой народности вы бы не принадлежали. Увидимся. Всего вам самого доброго. Чтобы все мы понимали друг друга, защищали друг друга, не позволяли нашим соседям, нашим близким делать какие-то плохие вещи. И чтобы все у нас было хорошо. Удачи. Спасибо. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин